Таким способом производится испытание стекла на ударопрочность. Все, что производят на ПЗСП, проходит ряд лабораторных испытаний. Впрочем, есть простой эксперимент, который обычно показывают гостям. Вес взрослого человека стекло тоже выдерживает. Именно этот опыт продемонстрировали временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Махонину. Глава региона посетил современный цех изделий из стекла и поливинилхлорида, а также цех тяжелого бетона, где появилась новая производственная линия. Даже в экономически непростое время, вызванное ограничениями из-за коронавируса, предприятие продолжает развиваться и реализует инвестиционный проект. Я обязательно вас приглашу на запуск после того, как мы запустим это оборудование. Я надеюсь, что в сентябре оно уже заработает. Новое оборудование позволит ПЗСП создавать индивидуальные панели для каждого объекта. Таким образом строить дома с уникальной архитектурой и разнообразными планировками. При этом делать это качественно и быстро. Если переводить в квадратные метры жилья, то есть продаваемое именно жилье, это при односменном графике работы это 80 тысяч квадратных метров, при двусменном графике работы это 160 тысяч квадратных метров. ПЗСП более 20 лет возводит здание по технологии крупнопанельного домостроения Э-600. Изучив мировой опыт, руководство компании приняло решение о модернизации. Планы по развитию производства строители обсудили на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Махониным. Мы понимаем по тем подходам, по тем задачам, которые ставятся перед нами, что мы будем наращивать объемы строительства, будем увеличивать количество строящихся объектов. На сегодняшний день монтаж новой линии на ПЗСП практически завершен. Следующий этап – установка электрооборудования. После этого предприятие будет готово к выпуску новой продукции. Внедрение технологии поможет сделать жилье более комфортным. Ну а это вклад в то, чтобы Пермь стала более привлекательной для жизни. Анастасия Петухова, Константин Старков, телекомпания «ВЕТА-24».